Кто же вопрошатель ты? Размышления о живом – лучшее средство обрести бессмертие. Тысячи лет эта мысль согревает и освещает скорбную тайну, ведь пока жив человек – жива и надежда. С 1917-го ханжи, лизоблюды, простофили – энергичные и не очень персонажи рассказов Антоши Чиханте – примеряют к себе историческое амплуа якобинцев, палачей, освободителей человечества, лающих с трибуны, посылающих на расстрел. Рабочие – комиссаров, приказчики – чекистов, коновалы – прокуроров. – Что прикажете делать? Время такое-с, – поначалу оправдывались они. Со временем и вовсе перестали размениваться на объяснения и ссылаться на необходимость. Подписывали, ставили к стенке и сбрасывали в архив. На заре эпохи журналисту Николаю Моисеевичу Волковыскому довелось наблюдать изумительные трансформации. Вершитель судьбы Таганцева, Лазаревского, Гумилёва, профессора Тихинского, скульптора Ухтомского и других, производил впечатление не рабочего, а мелкого приказчика из мануфактурного магазина. Среднего роста, с мелкими чертами лица, с коротко по-английски подстриженными «рыжеватыми усиками» и бегающими хитрыми глазками. Он, разговаривая, делал руками характерные округлые движения. Точно доставал с полок и разворачивал перед покупательницами типа сатина или шевиота. Что вам угодно? Мы пришли хлопотать за нашего друга и товарища, недавно арестованного, Гумилёва. Когос? Гумилёва. Гумилёвича? Нет, Гумилёва, поэта Николая Степановича Гумилёва, известного русского поэта. Гумилёва? Не слыхал о таком. Он арестован? Не слышал. Ничего не знаюс. Так в чём же дело? Мы крайне поражены его арестом и просим о его освобождении. Это безусловное недоразумение. Гумилёв никакой политикой не занимался. Никакой вины за ним быть не может. Напрасно вздумайте. Я его дело не знаю, но поверьте, что здесь может быть и не политикас – должностное преступление или растрата денегс. Позвольте. Какое должностное преступление? Какие деньги? Гумилёв никаких должностей не занимает. Он пишет стихи. Никаких денег, кроме гонорара за эти стихи, не имеет. Не скажите-с. Не скажите-с. Бывает? Бывает и профессора попадаются, и писатели. Бывает-с. Преступление по должности. Казённые деньги. Случается. От этой бессвязной болтовни становилось искушно и жутко. Надо было положить ей конец. Не могли бы вы распорядиться, чтобы вам дали справку по делу Гумилёва. Его готовы взять на поруки любые организации. Справку? С удовольствием. Берёт телефонную трубку. – Барышня. Номер такой-то. Это Семёнов говорит. Тут вот делегаты пришли. Так узнайте-ка там арестован у нас, Гумилёвич. Мы перебиваем. Гумилёв. Николай Степанович. Писатель. Поэт. Не Гумилёвич, а Гумилёв. Николай Степанович. Он кто? – Обращается к нам. – Писатель. Поэт. Писатель, говорят. Ты слушаешь, да? Так, наведи справку и позвони мне. Тут ждут. Кладёт трубку и продолжает нас занимать. Бывает-с. И профессора, и писатели попадаются. Что прикажете делать? Время такое-с. Николай Волковысский. Посылающие на расстрел. Я и вы. Да, я знаю, я вам не пара. Я пришёл из иной страны. И мне нравится не гитара, А дикарский напев зурны. Не по залам и по салонам, Тёмным платьям и пиджакам. Я читаю стихи драконам, Водопадам и облакам. Я люблю, как араб в пустыне Припадает к воде и пьёт, А не рыцарем на картине, Что на звёзды смотрит и ждёт. И умру я не на постели При нотариусе и враче, А в какой-нибудь дикой щели, Утонувшей в густом плюще, Чтоб войти не во всем открытый Протестантский прибранный рай, А туда, где разбойник, мытарь, И блудница крикнут «Вставай!» Из той страны, откуда родом Николай Гумилёв, Слышны напевы зурны И неунизительна жажда любви. Чувства не оставляют чтеца Неутомимого, как время, овладевают телом и душой. И тогда глубина проникновения в мир Предопределяет значительность творческого опыта. Мысль, разделённая человеком с миром вещей, Испытанная обоюдно, не остаётся безответной. Вещи тоже что-то означают и подают свой голос, Неразличимый за шумом цивилизации, как неразличим свет, Когда взгляд обращён на предметы. Дух светом проникает в самую душу. Что более можно сделать для человека? Какие свершения могут быть значительнее, добрее? Значимость мысли сопоставима с освещенностью вещи и обращённым на неё взглядом. Хорошее соответствие между тем и другим гарантирует взаимное понимание. Ведь не одни мы глядим на мир, Но и мир всматривается в нас. Мы молчим. Он всё оживлённо говорит. Звонок. – Да? Ага. Хм… 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 Ну, хорошо. Кладёт трубку. Быстро оборачивается к нам. – Ваши документы, граждане? Точно ломом по голове ударило. – Какие документы? Вы же знаете, кто мы – представители таких-то организаций. – Ваши документы, пожалуйста. Начинаем рыться в карманах. На душу сразу упала тоскливая жуть. Один вынимает из бумажника первую попавшуюся записку. Оказывается, разрешение работать в каком-то секретном архиве, подписано самим Зиновьевым. Семёнов берёт бумажку, не успевает её прочесть, видит подпись Зиновьева и быстро возвращает. – Благодарю вас. Больше не надо. – Так вот-с… Начинает говорить медленнее. – Так вот-с… Действительно арестован. Дело в следствии. – Следствие производится. – Нельзя ли до окончания следствие освободить на поруки? – Никак нельзя. Да и к чему? Через несколько дней, через недельку следствие закончится. – Да вы не беспокойтесь за него. У нас сидится неплохо и кормим прилично. – Об этом мы не беспокоимся. – Ему присылают в передаче. – Тем более-с… Раз передачи посылаете, так и совсем хорошо. – Нельзя ли узнать, по какому делу он арестован? – Никак нельзя. – Что вы? – Разве можно выдавать тайну следствия? Никогда не говорят, за что человек арестован. Ведь это мешает работе следствия. Мешает. – И прежде так было. При старом режиме тоже никогда не говорили. – Положим. – Уверяю вас. Всегда так было-с. У нас скоро закончится следствие. И вообще, у нас теперь скоро всё идёт. В месячный срок следователь обязан предъявить обвинение. В месячный срок-с. У нас это строго теперь. – В месяц не предъявил? – Ударяет по столу. – Сам в тюрьму. – Всё равно кто. Следователь или комиссар. – Сам садись. – У нас теперь приняты самые строгие меры к охране гарантий прав личности. – Да-с. К охране гарантий прав личности. – Строгос. Губы едва дрогнули почти неуловимой иронией. – Да и чего вам беспокоиться. Если вы так уверены в его невинности, так и ждите его через неделю у себя. И беспокоиться нечего, раз так уверены. Сердце сжималось от нечеловеческого ужаса. За внешним отсутствием смысла этой болтовни чувствовалось дыхание надвигавшейся смерти. Едва могли спросить. – А как же получить справку? – Через неделю. – Вы не ходите ко мне. Я очень занят. А позвоните ко мне по телефону. Знаете как? Спросите просто на станции «Губчика», а потом у нас на коммутаторе попросите председателя Семенова. Вам сразу дадут мой телефон. У нас это просто. Так через неделю позвоните. Прощайте. Николай Волковысский. Посылающий на расстрел. Возвращение. Анне Ахматовой. Я из дому вышел, когда все спали. Мой спутник скрывался, урвав в кустах. Наверно, наутро меня искали, но было поздно. Мы шли в полях. Мой спутник был жёлтый, худой, раскосый. О, как я безумно его любил! Под пёстрой хламидой он прятал косу, глазами гадюки смотрел и ныл. О старом, о странном, о безбольном, о вечном слагалось его нытьё. Звучало мне звоном колокольным, дыргало в истому забытьё. Мы видели горы, лес и воды. Мы спали в кибитках чужих равнин. Порою казалось, идём мы годы. Казалось, порою лишь день один. Когда ж мы достигли стены Китая, мой спутник сказал мне – теперь прощай. Нам разные дороги. Твоя святая, а мне – мне сеять мой рис и чай. На белом пригорке, над полем чайным, у пагоды ветхой сидел Будда. Пред ним я склонился в восторге тайнам, и была сладко, как никогда. Так тихо, так тихо над миром дольным, с глазами гадюки Он пел и пел о старом, о странном, о бейсбольном, о вечном. И воздух вокруг светлял. 1912 Вещи подобны маякам, означающим предметный смысл человеческой речи и деятельности. В движении и ощущениях, в культурных традициях и евристическом озарении смысл один и тот же, что в голове, как предмет понимания, так и под рукой, как предмет деятельности. Смысл самоценен. И если только человек не обманывает самого себя, самоценен и мир вещей, поскольку оба предназначены друг для друга. Целомудренны. Культура – возделывание своего сада, постоянное воспроизведение себя как человека. Иногда самообозначение, самосказание мира отзывается в человеке осмысленностью жизни, телесного испытания, и от века молчаливое начало говорит с ним. В такие минуты он слышит и чувствует в себе голос поэта – слово «вещи», вдохновенный божественным глаголом «голос мира вещей», таких же приходящих, как и само человеческое проникновение в мир. Такое проникновение может вызвать не только любовь к миру, но также страх и отвращение. Однако преодоление – в форме страха и отвращения – приводит к сублимации столь значительной, что мир, ранее вызывавший страх и отвращение, теперь может вызвать вся охватывающую любовь в безграничном созерцании. Роберт Пен Уоррен. Знание и образ человека Мы ушли раздавленные, ведь в сущности ничего не было сказано, а в этом ничего душа чуяла бездну. Все заметались, подняли на ноги все связи, телеграфировали в Москву. Неизвестно, откуда ворвался слух, связавший два имени – Таганцев и Гумилёв. Гумилёв в заговоре – нелепость, но в этой нелепости вся безысходность ужаса. Гумилёв будет расстрелян? Невероятно. Но чем невероятнее, тем ближе к правде. Через неделю к телефону. Барышня. Губчака, пожалуйста. Губчака? Председателя Семёнова. Семёнов у телефона. Кто? А, по делу Гумилёва. Послезавтра прочтёте в газете. Фрубка повешена. Невероятное, неуловимой поступью настигает нас. Послезавтра в газете отчёт о докладе Семёнова и пленуме Петросовета. Заговор Таганцева. Расстрелянный профессор Таганцев, профессор Тихвинский, профессор Лазаревский, известный поэт Гумилёв. Это точные слова Семёнова. Амфитеатров пишет, что мой короткий рассказ в тесном писательском кружке о нашем разговоре с Семёновым вызвал много смеха. Память изменила Александру Валентиновичу. С дня нашей встречи с Семёновым смех надолго ушёл от нас. Ещё за неделю до безумного выстрела его похитили едва дрогнувшие иронии губы председателя ЧК. А неделю спустя округлым движением руки, приказчик мануфактурной лавки, подписал роковой и позорный приговор над поэтом. Николай Волковысский. Посылающий на расстрел. Мой час. Ещё не наступил рассвет. Ни ночи нет, ни утра нет. Ворона под моим окном Спросонья шевелит крылом. И в небе за звездой звезда Истаивает навсегда. Вот час, когда я всё могу Проникнуть помыслом к врагу, Беспомощному и на грудь Кошмаром гривистым скакнуть. Или в спальню девушки войти, Куда лишь ангел знал пути, И в сонной памяти её, Лучом прорезав забытьё, Запечатлеть свои черты, Как символ высшей красоты. Но тихо в мире, тихо так, Что внятен осторожный шаг Ночного зверя и полёт Совы, кочевницы высот. А где-то пляшет океан, Над ним белёсый встал туман, Как дым из трубки моряка, Чей труб чуть виден из песка. Перед рассветный ветерок Струится весел и жесток, Так странно весел точно я, Жесток, совсем судьба моя. Чужая жизнь, на что она? Свою я выпью ли до дна, Пойму ль всей волею моей Единый из земных стеблей? Вы – спящие вокруг меня, Вы – не встречающие дня За то, что пощадил я вас И одиноко сжёг свой час, Оставьте завтрашнюю тьму Мне так же встретить одному. Преодоление опыта в форме Раскрывает собственную значимость вещи Телеологию устоев, цивилизаций и человека. Человек значительный. Наше существование во всей его полноте может обрести смысл, – утверждает оптимистичный американский писатель. Небольшая ошибка ненароком закралась в его утверждении. Модальность не та. Человеческое существование, как и всякое существование вообще, имеет смысл, хотя бы потому, что сущность, сущее существование, уже наделены смыслом. Небытие – нерождённое в форме. То, у чего нет ни сущности, ни существования, его нет в мире вещей, с ним невозможно иметь дело. Всякий смысл – сущее. «Не человек выдумал или создал этот смысл», – настаивал профессор Фрайбургского университета Мартин Хайдегер. Тогда какая же великая опасность надвигается на нас? Равнодушие к размышлению и полная бездумность. Полная бездумность, которая может идти рука об руку с величайшим хитроумием вычисляющего планирования и изобретательства. А что же тогда? Тогда человек отречётся и отбросит свою глубочайшую сущность – именно то, что он есть размышляющее существо. Итак, дело в том, чтобы спасти эту сущность человека. Итак, дело в том, чтобы поддерживать размышления. Мартин Хайдегер. Отрешённость Заблудившийся трамвай. Шёл я по улице незнакомой, И вдруг услышал вороний грай. И звоны лютни, и дальние громы, Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, Было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку Он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей, тёмной, Крылатой. Он заблудился в бездне времён. Остановите, вагон обожатый! Остановите сейчас вагон! Поздно. Уж мы обогнули стену. Мы проскочили сквозь рощу пальм. Через Неву, через Нил и Сену Мы прогремели по трём мостам. И, промелькнув у оконной Рамы Бросил нам вслед пытливый Взгляд Нищий старик, конечно, тот самый, Что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно Сердце моё стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором Можно в Индию духа купить билет? Вывеска Кровью налитые буквы Гласят «Зеленная». Знаю, тут вместо капусты И вместо брюквы мёртвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, Голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими Здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый. Дом в три окна И серый газон. Остановите, вагоны вожатый, Остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, Мне жениху ковёр, скала, Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что Ты умерла? Как ты стонала в своей светлице, Я же с напудренную косой Шёл представляться императрице И не увиделся вновь с тобой. Понял теперь я. Наша свобода – только Оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа В зоологический сад планет. И сразу ветер, знакомый И сладкий, и за мостом летит на меня, Всадника – длань в железной перчатке И два копыта его коня. Верной твердынею православья Врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравье Машеньке И панихиду по мне. И всё ж навеки сердце угрюмо, И трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, Что можно так любить и грустить. 1919 Любовь – амуниция формы. Мысль облачается ею. Лишь тот, кто глубины помыслил, Полюбит живое, – Отвечает Сократ в стихотворении Гёльдерлина. Мысль окутывается таинством чувства, Чтобы проникнуть в самое сердце, Чтобы из мира вещей вернуться к человеку, А от человека снова возвратиться на свои круги. К людям, к миру, к самой себе. И так всё дело в том, Как спасти сущность человека, Как поддерживать размышления. «Иннокентий Фёдорович, кому обращены ваши стихи?» – Вопрошал учителя некогда его гимназист. – «К людям, к Богу, к самому себе?» Это вопрос о безумии души, Что, бросив великолепный дом, Устремилась к презренному человечьему телу, И мраморная среди крошек и осколков Не нашла башни из слоновой кости. Теперь она способна ненавидеть любовь, Как болезнь, которая отравила ей ум И помутила рассудок. «Несбалансированные силы пропадают в пустоте», – Гласит секретная работа и многое, Если не всё становится понятным. Мэнли Холл. Энциклопедическое изложение Символической философии. Кому обращены ваши стихи? В 1918 году ответ получает новое звучание. Не по залам и по салонам, Темным платьям и пиджакам. Я читаю стихи драконам, Водопадам и облакам. Душа потеряла равновесие И упала с небесных высот. Змеискуситель подтолкнул её И ради чего? Ради индивидуального бытия. Среди иллюзорного сада земных вещей Человечество ищет плоды с древа жизни. Какой глупый обмен! Какой жестокий обман Променять блаженство вечности На смертное познание полярных добра и зла! О, какое горе! Холодное, презрительное, Для неё теперь знать о былом, Мерцающем и зовущем так высоко, Что хочется глубже запрятаться в свою скорлупу И не слышать, не чувствовать ничего. Подобно к каторжнику, Душа считает дни до освобождения И тешит себя надеждою на побег. Концона Храм твой, Господи, в небесах, Но земля тоже твой приют, Расцветают липы в лесах И на липах птицы поют. Точно благовест твой весна По весёлым идёт полям, А весною на крыльях сна Прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, Если праведно я пою, Дай мне, Господи, дай мне знак, Что я волю понял твою. Перед той, что сейчас грустна, Появись, как незримый свет, И на всё, что спросит она, Ослепительный дай ответ. Ведь от радни пения птиц, Благодатней ангельских труп, Нам дрожанье милых ресниц И улыбка любимых губ. 1917 Душа и тело – одно из самых значительных, Знаковых стихотворений русской поэзии. Стихотворение увидело свет в Петрограде В сборнике «Огненный столб», Вышедшем осенью 1921 года с пометой Настоящее издание отпечатано В количестве одной тысячи экземпляров, Из них шестьдесят пять именных И сто нумерованных В продажу не поступают. Это была последняя, Подготовленная к печати самим Гумилёвым, Книга. Ему было тридцать пять лет. Первоначально книга носила название Посредине странствия земного. Как Данте, земную жизнь пройдя до половины, Герой блуждает в глубинах преисподней. Его тело, простое тело, но с горячей кровью, Приветно для душ, нисходящих в него. Мир смотрит ему в глаза, И души вещей радуют его своей любовью. Тело живо всем, что ласково с ним, И, подобно ребёнку, боится боли. Всю свою жизнь тело остаётся грудным младенцем, Кричащим от шока появления на свет. Не знаю я, что значит бытие, И последствия его незнания Страшны непоправимой последней гибелью. Паладин отвоёвывает древний Родос, Скраденный небытием пространства и время. И нескончаемым сегодня длит время мировой души. Паладин – посланник её и вассал В слепых переходах пространств и времён. Он надевает доспехи и принимает свой крест. Воин готов к битве с чудовищным горем материального опыта, Который выжигает души людей, Поселяя в них страх и неверие. Мир одухотворён, И прекрасные образцы поэзии Облагораживают всё, На что обращён проницательный взгляд. Паладины – ливанские кедры, Необходимые для строительства храма царя Соломона, Просвещённые и посвещённые философы и поэты. Своими корнями они уходят в чернозём языка, Откуда берёт начало могучее тело мысли, Бетвями поддерживают небесный свод Со всеми формами подлунного и надлунного мира. По свидетельству писателя Василия Ивановича Немировича Данченко, Вместе с поэтом, строившего планы бегства Из советского рая, Гумилёв тосковал по яркому солнечному югу. Тёплому морю и синему-синему небу. Удивляться ли тому, что его убили? Такие люди несовместимы с режимом лицемерия и жестокости, С методами растления душ царящими у большевиков. Ведь каждая юношеская душа, Которую Гумилёв отвоёвывал для поэзии, Была потеряна для советского просвещения. Андрей Левенсон, Гумилёв Душа и тело Над городом плывёт ночная тишь, И каждый шорох делается глуше. А ты, душа, ты всё-таки молчишь, Помилуй, Боже, мраморные души. И отвечала мне душа моя, Как будто арфы дальние пропели. Зачем открыла я для бытия Глаза в презренном человечьем теле? Безумная! Я бросила мой дом к иному, Устремясь с великолепью, И шар земной мне сделался ядром, Какому каторжник прикован цепью. Ах, я возненавидела любовь, Болезнь, которой все у вас подвластны, Которая туманит вновь и вновь Мир мне чужой, но стройный и прекрасный. И если что ещё меня роднит С былым, мерцающим в планетном хоре, То это горе, мой надёжный щит, Холодное, презрительное горе. Воин обречён и будет принесён В жертву языческим богам, Неважно, в каком времени и у какого народа. Он будет сожжён, расстрелян или распят Только за то, что он поэт, паладин мысли. Одно само его присутствие Мешает произволу и беззаконию варварских орд. Осмодей выставил ему счёт За пребывание на празднике жизни, За минуты вдохновения в мире вещей. И теперь настала пора произвести Последнюю калькуляцию. Это не торг, это гортанный вопль, Зубчатый кремень, Что брошен в бенгальского тигра И бьёт его в грозу ангелов, В крылатое сердце под грозно подъятую Бархатную лапу. Он был бы на своём месте в средние века, Он опоздал родиться лет на четыреста, Настоящий паладин, Живший миражами великих подвигах. Он увлекал бы красотою невероятных приключений, Пытал бы свои силы в схватках Со сказочными гигантами, На утлых каравеллах, В грозах и бурях Одолевал неведомые моря. И, разумеется, сырые серые дни севера Среди трусливо припавшего Князином народа В вечных сумерках, Где только безлистые ветви Чахлых деревьев Метались во все стороны, Были не по нём, Давили его могильную плитою. Василий Немирович Данченко Рыцарь на час Закат из золотого стал, как медь, Покрылись облака зелёные ржою, И телу я сказал тогда Ответь на всё провозглашённое душою. И тело мне ответило моё, Простое тело, но с горячей кровью. Не знаю я, что значит бытиё, Хотя и знаю, что зовут любовью. Люблю в солёной плескаться волне, Прислушиваться к крикам ястребиным, Люблю на необъезженном коне Нестись по лугу, пахнущему тмином. И женщину люблю, Когда глаза её потупленные Я целую, Я пьяна, будто близится гроза, Или будто пью я воду ключевую. Но я за всё, что взяла, и хочу, За все печали, радости и бредни, Как подавает мужу, заплачу Непоправимой гибелью последней. Человек – гость среди гостей. Кому принадлежит его мысль И мир, с которым его дух и тело? Хозяин не спешит выходить навстречу. Режиссёр на поклон. И от того, что драма не сыграна до конца, Публика не верит пророку И не узнаёт мессию. Нужна целая жизнь, Чтобы, может, что-то понять. Мчится бешеный шар И летит в бесконечность, И смешные букашки облепили его, Бьются, бьются, жужжат И с расчётом на вечность Исчезают, как дым, Не узнав ничего. Александр Бертинский Через страх и унижение, Через боль и потрясение Пролегает мост Над бездной хаоса и невежества. Мост От иллюзорного бытия материала, Пугливого, ненадёжного, Где каждый шаг сопряжён С опасностью умерщвления, Искреннего чувства И порабощения живой мысли, К обретению себя, К истоку и первоначалу Нравственного самоограничения. С чего начался человек, С плача по умершему, Мираб Мамардашвили. Между двух революций На даче у художницы Веры Неведомской В Подобино, В Борисского, У Кузьминых-Караваевых, В Слепнёво, Патриархальной семье тёты Шабумилёва, Чаепитие и Домашний театр. Надо сказать, что в 1910-12 годах Ни у кого из нас никакого ясного ощущения Надвигавшихся потрясений не было. Те предвестники бури, которые ощущались блоком, Имели скорее характер каких-то мистических флюидов, Носившихся в воздухе. Гумилёв говорил как-то о неминуемом столкновении Белой расы с цветными. Ему представлялся в будущем упадок Белой расы, Тонущей в материализме, И, как возмездие за это, Восстание жёлтой и чёрной рас. Эти мысли были скорее порядка умственных выводов, А не предчувствий. Но, помню, он сказал мне однажды, «Я вижу иногда очень ясно картины и события Вне круга нашей теперешней жизни. Они относятся к каким-то давно прошедшим эпохам, И для меня дух этих старых времён гораздо ближе того, Чем живёт современный европеец. В нашем современном мире я чувствую себя гостем». Вера Неведомская. Воспоминания о Гумилёве и Ахматовой. Анна Ахматова резко и неодобрительно высказывалась о воспоминаниях Веры Неведомской, называя её Ирину Адоевцеву и невестку Анну Гумилёву «дементными старухами». Мировое дерево Игдразиль – вселенная, Уходящая корнями в царство мёртвых, А ветвями, поддерживающая землю и небо. Все девять сфер и миров. В вышнем находится рай для павших воинов, Гостей на земле. Я знаю, что деревьям, а не нам, Дано величие совершенной жизни. Голова запрокидывается, если пытаться разглядеть крону. Звёздный ужас объемлет душу, Измученную нездешним. Космический холод сковывает тело безлунною ночью. Горе. Горе – страх, петля и яма Для того, кто на земле родился. А золотые пальцы с неба показывают На равнину, море и горы. Показывают, что случилось, Случается и случится. В зеркале откровения дух Не отвратил свой лик от земли. Мы, растения, которые, хотим ли мы осознать это или нет, Должны корениться в земле, Чтобы, поднявшись, цвести в эфире И приносить плоды. Иоганн Петер Геббел Воин не отступает. Исход битвы зависит и от тех, Кто поддержит плечом И послужит надёжным флангом. Одержимость спасает. И гибельное заклятие, В очи хлынув мглой И вырвав в опыль пред неизвестным, На минуту отступает В неверную мглу ночного дыма. Там, в слабом отсвете сна, Неведомое разворачивает Перед его угасающим взором План бегства на небеса. Туда, к большой медведице, К миру неподвижных звёзд. Когда же слово Бога с высоты Большой медведицею заблестело, С вопросом «Кто же, вопрошатель ты?», Душа предстала предо мной и тело. На них я взоры медленно вознёс И милостиво дерзостным ответил. Скажите мне, ужель разумен пёс, Который воет, если месяц светит? Уже ли вам допрашивать меня, Меня, кому единое мгновенье, Весь срок от первого земного дня До огненного света представленья? Меня, кто словно древо Игдразиль, Пророс главою семью семь вселенных, И для очей которого, как пыль, Поля земные и поля блаженных? Я тот, кто спит и кроет глубина Его невыразимое прозванье, А вы, вы только слабый отцвет сна, Бегущего на дне его сознанья. 1919 19 21 1919 Продолжение следует...